Всем добрый день! Сегодня продолжаем и заканчиваем делать блоки для детского одеяла. Мы с вами и вышивали, и делали различные аппликации, и простые, и сложные. Ну вот подумала, ну какой еще сделать блок на детское одеяло? И я придумала. Можно сделать блок имя. Я буду делать имя своей внучечки, Анечки. Ну еще оставалось несколько свободных местечек, и я подумала написать мама-папа. Ну получается, что наша девочка-внучечка будет изучать окружающий мир по этим картинкам, а также будет изучать уже потом и буквы чуть попозже. Сейчас детки, слава богу, такие развитые. Так что, значит, это я уже вышла. Вот это я вышивала на свободноходовой. Это при помощи лапки для вышивания, или даже можно использовать простую лапку. Это тоже при помощи свободноходовой. Ну а вот мама сейчас вышьем, и имя Анечка будем вышивать. Итак, мелом пометила, где какая буковка, где начинается, где кончается. Так, значит, зигзаг, плотность четверочка, размер зигзага четыре с половиной миллиметра. Ниточка у меня шелковая вверху, внизу ниточка обычная. Ткань светлая, мел светлый. Ну, где-то на миллиметр ошибусь, это не так нам важно. Так, вверху натяжение нити двоечка. Буквка М. Вот так. Делаем зигзаг теперь три с половиной. Так, здесь я пометила. Здесь можно вручную подогнать, чтобы зигзаг не пошел в другую сторону. Наверное, мое зрение меня подвело. Что-то там очень близко. Значит, что хочу сказать. Да, немножко тут искривилось, но ничего страшного. Вот такие простые буквы, конечно, можно вышивать лапкой. А вот когда, допустим, буковка А маленькая, то такой лапкой вы не вышите. Значит, сейчас я переключаю, опускаю зубчатую рейку, переключаю машинку на вышивание и будем вышивать буковку А свободно ходовой. Внизу у меня бумага, поэтому рискну без всяких пялец. Вот эту штуку опускаю, потому что так положено по технологии лапку. Ну, как таково ее нету. А вообще, вот честно скажу, разницы не вижу. Что опускай, что не опускай. Разницы не вижу. Ну, вот попробуем сейчас, даже не буду опускать. Пускай будет поднято. Вот такая буковка А. Сейчас вышью вторую и будем вышивать уже имя Анечка. Если у вас будет неплотно ложиться зигзаг, можно повторить еще раз. Но тогда есть опасность, что вы не попадете в эту строчку. Поэтому, если вот так немножко где-то пропустили, ничего страшного. Лучше так оставить, я считаю. Так, ну здесь сделаю зигзаг потоньше. Так будет красивее. Зигзаг потоньку. всегда проверяйте куда пойдет зигзаг вправо или влево первый стежок так что-то случилось запуталась ниточка бывает так но теперь попробую вышивать вообще не останавливаясь потому что хоть делаешь закрепки хоть просто вот где-то ниточка все это будет неаккуратно так опять что-то случилось ниточкой бывает что нитка шелковая осыпается вот поэтому ее надо закрепить таким образом чтобы не было вот таких недоразумений чтобы она не осыпалась так ну здесь просто завиточек ткань шелковая имя так вот пошло по кругу вы знаете мне даже так больше нравится чем по прямой ну пожалуй вот здесь я еще немножко повторю чтобы уже моя душа была довольна вот так легко и быстро мы с вами вышли слова мама папа и имя анечка можно не только буквы изучать по этим блоком но еще и цвета надеюсь мое видео вам пригодится не пропустите скоро будет видео собираем именно с блоков с готовых детское одеяло на сегодня все до свидания всего доброго и и